Приветствую! Получить отсрочку без прохождения ВЛК теперь точно можно. Если раньше мы с вами говорили, что этот вопрос прямо законодательством не урегулирован, и мы знали, что есть судебная практика, которая говорила, что отсрочка без ВЛК возможна, то теперь постанова 560 «Порядок проведения мобилизации» решил этот вопрос однозначно и сформировал четкое правило. Сначала отсрочка, потом рассмотрение вопроса о ВЛК. И сейчас мы с вами посмотрим текст этой постановы, чтобы вы знали, что написано в постанове 560 по этому поводу, чтобы вы четко знали, на какой пункт постановы 560 вы сможете сослаться в общении с ТЦК и СП. В порядке проведения призыва во время мобилизации мы с вами смотрим 63-й пункт. И вот что здесь написано. Військовые обязанности, которые обратились к районному, місьному ТЦК и СП с даявою про задание отстрочки до принятия решения соответствующей комиссией, не направляются для проходения медицинского огляда для визначения придатности до військовой службы. Все, однозначно, четкое правило. Если человек обращается с заявлением на получение отсрочки, то направлять его для прохождения ВЛК нельзя. Все, четкий запрет есть. Но это еще не все. Смотрим дальше. Этот же 63-й пункт. Что здесь еще написано? Написано здесь следующее во втором абзаце. Вот этот абзац. У разу ухваления комиссией решения про отмогу унаданной отстрочки, військовозобовязанный, который подходит призову на військовую службу педчас мобилизации, направляется на медичный огляд для вызначения придатности до військовой службы. Все четко вызначено. Мы помним, статья 19 Конституции Украины говорит, что представители государства должны действовать только так, как это предусмотрено законом, либо действующим законодательством. И вот законодательством предусмотрено, что человека отправить на ВЛК в этой ситуации можно только в том случае, если ему отказали в предоставлении отсрочки. И вот здесь, соответственно, важный момент будет правильно оформить документы, которые необходимы для получения отсрочки. Собрать правильный пакет, собрать, написать правильно заяву. К слову, обращаю ваше внимание, что образец заявы есть в постанове 560, образец заявы на получение отсрочки. И там же есть перечень документов, которые вам необходимы. Поэтому внимательно изучайте, чтобы не было отказа в предоставлении отсрочки. Потому что отказ означает, что вас могут направить на ВЛК. Будьте внимательны. Еще раз, если отказ, тогда на ВЛК. И дальше смотрим третий абзац. Что здесь говорит? В нем указано следующее. Військовозобовязані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобилизації на особливий период, не завершився, на медичный огляд не направляются, крім випадков, коли військовозобовязані приймаются на військову службу за контрактом. То есть, пока у человека действует отсрочка, его нельзя направлять на прохождение ВЛК. Все, все вопросы здесь закрыты. Практически все один остался. Остался вопрос, как быть тем, кто не имеет статуса военнообязанного. Дело в том, что военнообязанный это тот, кто стоит на соответствующем учете. И 63-й пункт постановы 560, который мы сейчас с вами прочитали, он везде использует именно этот термин военнообязанный. И, соответственно, вот уверенно можно сказать, что если человек стоит на учете, он приходит, получает отсрочку без прохождения ВЛК. И если он ее получил, то направлять его на прохождение ВЛК просто нельзя, потому что это прямо прописано в 63-м пункте постановы 560. Но что делать тем, кто не стоит на воинском учете военнообязанных? Вот это, конечно же, вопрос. Вот это большой вопрос. И здесь может быть такая ситуация, что когда человек будет приходить в ТЦК для получения отсрочки, ему могут сказать, что да, отсрочку мы тебе дадим, но сначала нам нужно тебя взять на учет, а для того, чтобы взять тебя на учет, мы должны тебя провести через ВЛК. Вот такая ситуация может быть. Как эта ситуация, как поведет себя ТЦК в этих ситуациях, мы не знаем, потому что, ну, просто вы же сами понимаете, что за эти пару дней практика еще не успела появиться. И, соответственно, ответ на этот вопрос будет разрешен только, ну, вот в практической плоскости. Дальше будем смотреть, что суды будут говорить по этому вопросу. Будет ли в этой ситуации нужна ВЛК или нет? Это большой вопрос. Хотя я думаю, что ВЛК в этой ситуации тоже не нужно, потому что на самом деле нигде не установлено такое требование. и если человек пришел за отсрочкой, его нужно рассматривать как человека, который пришел за отсрочкой. Не за постановкой на учет, а именно за отсрочкой. И, соответственно, в этой ситуации его не нужно отправлять на прохождение ВЛК. Но как будет на практике, узнаем в дальнейшем, конечно. Плюс многое, конечно, будет зависеть от того, какую позицию будут занимать суды. В любом случае, друзья, по вопросам отсрочки, сейчас мне думается, что в некоторых ситуациях лучше сделать паузу и не обращаться сейчас в ТЦК за получением отсрочки, если вас не вызывают они. То есть, если вам пришла повестка в ТЦК и ИСП, конечно, вам нужно идти, нужно подавать заявление на оформление отсрочки. Но если вам такая повестка не пришла, то мне думается, что стоит пока еще выдержать паузу и посмотреть, какая будет практика. Потому что сейчас все равно будут люди, которые пойдут в ТЦК по повестке. И, соответственно, мы будем смотреть вот там, какая формируется практика. И обязательно буду держать об этом вас в курсе и выкладывать новости по этим вопросам как в YouTube-канале, так и в Telegram-канале. Кстати, в Telegram-канале выкладываю эти новости гораздо быстрее, поэтому подписывайтесь на Telegram-канал. Там вы все будете узнавать быстрее, оперативнее и в большем объеме. Потому что не всегда есть время записывать видео. И на этом этапе, безусловно, чувствую, что кто-то уже пишет в комментариях, Олег, ты не прочитал всю постанову 560. Там же явно написано, что те, кто пришел не по повестке, кто пришел самостоятельно в ТЦК и ЭСП, тех не берут сразу на ВЛК. И вы абсолютно правы. Только это не решает нашего вопроса. Почему? Потому что в этом пункте указано, громадяны, екипы, ребывают на висковом облику. То есть это не решает нашего вопроса абсолютно. Поскольку для нас же вопрос не в тех, кто стоит на учете. Те, кто стоит на учете, мы уже определились, что они точно могут получить отсрочку без прохождения ВЛК. А вот вопрос в тех, кто не стоит на учете. И этот вопрос открытый, и он решится только на практике. И только практика покажет, как это будет. И, соответственно, как практика ТЦК и ЭСП, так и судебная практика. Будем за этим следить. Все. Друзья, если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. А я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.